Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Глоток свежего ветра. В Анапе фестиваль современного творчества. Спортсмены из 16 стран мира на Анапском ринге. Международный турнир по боксу имени Николая Павлюкова. А сейчас обо всем подробнее. Подготовка к майским праздникам должна идти не только на сценических площадках курорта. Прежде всего необходимо навести порядок на улицах Анапы, завершить ремонт памятных мест, восстановить места разрытия на проезжей части. Об этом шла речь на общегородском планерном совещании. До главного праздника, юбилея Великой Победы, осталось совсем немного времени. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая напомнила, подготовку надо вести активнее и по всем направлениям. Закрепить персонально за памятниками, за хоронениями, которые расположены, находятся на территории муниципального образования, персонально сотрудников. Анжелика Анатольевна, мы уже переговорили, пожалуйста, до конца дня. Это делаем, ставим в известность. И в четверг, присаживайтесь, в четверг, соответственно, каждый закрепленный, а ситуация в состоянии коротко докладывает. Тему заботы о внешнем облике курорта продолжила замглавы Людмила Терещенко. Руководители предприятий торговли должны внести свой вклад в праздничное оформление города, украсить фасады, витрины, здания ко дню весны и труда и дню победы. Порядок должен быть не только в городе, но и в сельских округах. Я вам уже много раз говорила о том, что у вас недостаточно хорошо играется территория. Я сегодня прошу просто планерки зайти к Инне Сергеевне, нам покажут фотографии того ужасного состояния пляжей, дорог прилегающих, те места, куда выходят отдыхать наши приезжие, отдыхающие люди, там очень-очень грязно. Глава Анапы акцентировал внимание на состояние проезжей части городских дорог. Городские службы должны проконтролировать качественное восстановление местных разрытий. Нам надо будет выйти всем на улицу и понудить, подчеркиваю, не попросить, а понудить подрядчиков привести в идеальное состояние то, что они сделали сегодня. Я понимаю, что это необходимость. Это и обеспечение водой, и обеспечение электроэнергией, и канализированного улучшения. Без этого нельзя. Но в то же время посмотрим, как будет сделано. 4 апреля Анапа примет участие во Всекубанском субботнике. Задача каждого – навести санитарный порядок на закрепленных и прилегающих к производственным и жилым объектам территориях. Предприниматели-участники ярмарок «Привоз» на день сменили профессию. Вместо торговли выходной день занялись уборкой. Фронт работ немалый, лесополоса вдоль трассы. Но и трудовой десант собрался основательный – свыше 100 человек. Подробности в сюжете. Жители Субсевского и Гастагаевского сельских округов, участники ярмарок «Привоз» провели санитарную очистку лесополосы от станицы Гастагаевской до поселка Чимбурка. Очистить от мусора сухих деревьев и веток удалось более одного километра. «Субботники у нас продолжаются. Я всех призываю выйти и сделать наш город еще чище и еще красивее». Напоминаем, что в предстоящую субботу, 4 апреля, Анапа присоединится к Всекубанскому субботнику. Не оставайтесь безучастными. Приведите в порядок свой двор, улицу. Красивая, уютная Анапа – наша общая забота. Спасти молодые жизни от страшного зла, наркомании. По статистике, именно молодые люди чаще в возрасте от 18 до 25 лет становятся жертвами смертельного увлечения. О профилактике, эффективном взаимодействии всех ведомств и пропаганде здорового образа жизни говорили на краевом видеоселекторном совещании под председательством вице-губернатора Николая Далуды. На повестке дня – результаты мониторинга наркологической ситуации в Краснодарском крае, анализ случаев отравления наркотическими психотропными веществами, эффективность работы правоохранительных органов по профилактике и выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Николай Далуда в своем докладе дал характеристику наркоситуации на территории Кубани, отметил положительные сдвиги и имеющиеся недостатки в антинаркотической работе. Количество преступлений в крае, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось. В прошедшем году правоохранительные органы края выявлено 7 861 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что составило 11,2% от общего числа преступлений, зарегистрированных на территории края в 2013 году было 12,8%. Вице-губернатор призвал активизировать профилактическую работу с молодежью. Ведь вовлекаются в наркоманию чаще всего студенты, которые совсем недавно вышли из-под пристального контроля родителей. Как правило, потенциальные жертвы дилеров – 18-летние молодые люди, многие из которых даже не знают, какая уголовная ответственность предусмотрена законом за распространение наркотиков. В свою очередь, глава Анапы Сергей Сергеев дал ряд поручений подчиненным в связи с предстоящим курортным сезоном. Считаю, что надо определить места, где возможно распространение, то есть это наши выселительные заведения, которые пользуются особой популярностью у подрастающего поколения, то есть у молодежи. Мы это все знаем, какие места, и там определить дополнительный контроль в виде инструктажа собственников этих заведений, охранных предприятий, которые обслуживают эти заведения. То есть если собственник заинтересован в работе в курортный сезон, то он должен быть заинтересован и в безопасности. Город Анапа находится в списке тех муниципалитетов, где зафиксированы лучшие показатели работы по итогам наркомониторинга. На курорте активно продолжается антинаркотическая работа, проводятся профилактические мероприятия. В апреле стоимость ОСАГО увеличится на 40-60%. По новой цене автомобилисты будут рассчитываться уже с 12-го числа. Таким образом, новые базовые ставки для водителей легковушки могут достигать 4,5 тысяч рублей. Меняются и региональные коэффициенты. От них зависит итоговая стоимость полиса. Там, где была показана экстремальная убыточность данного вида страхования, территориальный коэффициент повышается. В Анапе продолжается операция «Внимание, дети!». Чтобы в дни школьных каникул ребята были осторожнее и внимательнее, сотрудники ГИБДД в интересной игровой форме рассказывают ребятам, как правильно вести себя на дорогах. Каникулы – самое время учиться. Учиться правильно вести себя на городских дорогах. Второклассники средней школы номер 3 прикатили в школу на колесах. Велосипеды, роликовые коньки, скейтборды, транспорт припарковали и отправились в страну в светофорию. С интересом послушали инспектора ГИБДД, поиграли в викторину, вспомнили значения дорожных знаков и правила дорожного движения. И в путь на тренировочную площадку отрабатывать знания. «Дети, вы всегда не подберете, чтобы папа украдить. Будьте матерью с водителями». «Особое внимание уделяется на соблюдение правил дорожного движения детьми несовершеннолетними, при переходе проезжей части, при движении по тротуарам и при движении в местах расположения детских учебных, дошкольных, школьных учреждений». Во дворе школы настоящий светофор. Ребята знают, на какой сигнал можно ехать, а когда нужно пропустить пешеходов. И стараются быть вежливыми участниками дорожного движения. Все закладывается в детстве. Четырехлетний Сережа Гриценко пришел учиться вместе со старшей сестрой. Признался, что напоминает родителям, когда они забывают пристегиваться, и уже хорошо знает, как переходить дорогу. «Если классно, тогда нельзя переходить. А оранжевый – это значит приготовиться, а зеленый можно уже идти». «А ты вырастешь, будешь на какой машине?» «На красный хочу. Только на красно-блестящий. Люблю блестящие цвета». Наверняка Сережа вырастет хорошим водителем, внимательным и ответственным. Акция «Внимание, дети!» в анапских школах продлится до 1 апреля. К 70-й годовщине Великой Победы чествуем ветеранов. В Приморском сельском округе наградили участников Великой Отечественной войны, которые не смогли прийти на праздничные мероприятия. Медали вручили в домашней, но не менее торжественной обстановке. Первым посетили дом в поселке Пицехатки. Здесь живет участница Великой Отечественной Зинаида Кривицкая. В годы войны была радистка на Юго-Западном фронте. Председатель совета Леонид Кочетов, глава Приморского сельского округа Василий Рогалев и председатель совета ветеранов округа Александр Грязнов торжественно вручили Зинаиде Захаровне юбилейную медаль «Цветы и подарок». Следующей медаль и поздравление принимал житель хутора «Красная скала» участник войны Василий Сухина. От имени президента мне поручено вручить вам эту медаль, пожелать вам здоровья, мужества, выдержки и сказать вам слова благодарности от имени главы города-курорта Анапы Сергея Павловича Сергеева за ваш подвиг, за то, что вы сделали для потомков. Третьим адресом для визита стал дом в селе Цебаннабалка. Нина Зорина испытала голод и холод, ужас и смерть в годы блокады Ленинграда. Без юбилейной медали не останется ни один ветеран войны, который внес большой вклад в победу над фашизмом. Свежий ветер дует из разных уголков Краснодарского края в сторону новизны. Отборочный этап фестиваля современного творчества стартовал в Анапе. Григорий Ольшанский увлекается роком уже около 20 лет. Готовит к выходу свой альбом. Сегодня на сцене выступает сразу с двумя группами. В Грэг Джек солирует и играет на гитаре. В другой – роудкроу-барабанщик. На фестивале выступает впервые. Музыка для него – это полотно ярких красок и целая гамма эмоций. Музыка – это жизнь. Это все. Это дело всей моей жизни. Я занимаюсь кучей всяких дел для денег, для удовольствия. Но музыка остается как-то единственным смыслом, самым главным. Фестиваль современного творчества проходит уже в юбилейный десятый раз. Конкурсных направлений множество. Хард-рок, лайт-рок, рэп, битбокс, брейк-танс, граффити и диджеинг. Фестиваль «Свежий ветер» на самом деле зародился прямо в Анапе. То есть изначально он провелся первый раз в Анапе, и идея его создания была в Анапе. Для многих начинающих музыкантов фестиваль – хороший трамплин для старта. Всем известна группа «Джамдэй», которая стала лучшей в крае в номинации «Лайт-рок». Жюри оценивает авторство и содержание текстов, качество исполнения и музыки, сыгранность группы. Уровень на самом деле оправдался намного выше, был моих ожиданий. Так что приятно, что у нас в Анапе даже в такой сфере развивается культура. Победители муниципального этапа сразятся в зональном этапе конкурса и представят Анапу в Краснодаре. На нашем канале стартует новый проект «Страна родная». Для каждого из нас малая родина – самое любимое место, куда всегда хочется вернуться. Родные пейзажи, знакомые люди, которые живут по соседству. В нашей программе мы расскажем о том, чем живет Анапа и сельские округа. О живописных местах, достопримечательностях, интересных событиях и хороших людях. Первый выпуск смотрите в пятницу 3 апреля в 19 часов в эфире «Анапа. Регион». В спортивно-здоровительном центре «Волейград» проходит восьмой международный турнир по боксу имени мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. На соревнования собрались спортсмены из 16 стран мира. Подробности в сюжете. Сильнейшие боксеры мира – сборная Казахстана, России, Афганистана, Украины, Сербии и даже Шотландии и Кубы. Более 200 спортсменов будут бороться за звание мастера спорта международного уровня в память о Николае Павлюкове. Жизнь этого спортсмена унесло трагическое событие. С тех пор друзья и родители в его честь организовывают турнир. После торжественного открытия приветственных слов приглашенных гостей спортсмены вышли на ринг. Андрей Бритвин занимается боксом 8 лет. Пришел тренироваться для себя. Но перспективного спортсмена заметил тренер. Началась усиленная подготовка и постоянные тренировки. Теперь Андрей участвует на всех турнирах и соревнованиях. Наверное, вот это у меня самые значимые соревнования. Это самый серьезный турнир в моей жизни. Первый международный. Надо будет попытаться выиграть. Уровень очень серьезных соперников. Прошел сбор и я действительно понимаю, что будет очень легко. Нужно будет постраться. Турнир развивает бокс не только на уровне региона, но и на международной арене. Сборная Шотландии второй раз участвует в турнире. В прошлом году завоевали серебряную медаль. Общий уровень боксеров, участвующих в соревнованиях, очень высокий. Я действительно счастлив, что нам удалось побывать на сборах и мы участвуем в этих соревнованиях. Сергей Водопьянов вместе с погибшим спортсменом занимался боксом. Дружили, вместе тренировались, а теперь он каждый год в память своего друга помогает организовывать турнир. За развитие и высокие достижения в боксе Сергея Водопьянова наградили грамотой и значком от президента России. По словам Сергея, этот турнир очень важен для спортсменов. Они проверяют свои все возможности боксера и качества и уже непосредственно готовятся к главным стартам, официальным стартам. Это чемпионаты мира, чемпионаты Европы, кубки мира. И они вот здесь проверяют все свои силы. Каждая страна проверяет своего боксера, насколько он способен выступать на такого уровня турнире. 3 апреля подведут итоги и чемпионы будут награждены кубками, грамотами, денежными призами. Лучшим присвоят звание мастера спорта международного уровня. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра с Натальей Измозговой. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. В переводе с латинского «апрель» значит «расцветать, открывать». А вот славяне именовали «апрель» говорящими именами – капельник, солнечник, цветень. От апреля ждут бурного расцвета природы, ярких, сочных красок. В первый апрельский день в Анапе будет дождливо и пасмурно. Но солнце покажется днем и прогреет воздух до плюс 11 градусов. А вот к вечеру снова ожидаются осадки, усилится ветер. Будем надеяться, что этот ветер – ветер перемен к лучшему. Партнер программы «Производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова